Начало, и столько в жизни прошла. Я сейчас стояла за колесом и думала, боже мой, девчонки, переспал с этим, переспал с этим. Афишируют сейчас, уже этих людей нет, с кем они переспали. Они вспомнили концепт жизни, с кем они переспали. Я даже этого вспомнить не могу. Я получила звание народное, я не могу вспомнить, с кем они переспала, что мне дали это звание. У меня были какие-то возможности и случаи, но я, дура, не воспользовалась этим. Вы можете даже мне не поверить. Но если бы я пытаюсь написать книгу, ну, я не знаю, как ее мне легче наговорить, чем написать. У меня была однажды ситуация, простите, что я в начале сферы, но мне собраску понесло. Но если я не хожу в эти передачи, которые там секретно, миллион, не хочу, не хожу. И не хочу. У меня растут дети, у меня взрослая дочь, у меня растут внуки. Ну, что вы не должны из поколения в поколение передавать обо мне. Ну, если нужно, я сама расскажу, ну, дома. Ну, поскольку вы свои какие-то люди, вам и рассказывают. Начинаю в Киеве. Я помню первые мои киевские, знаете, вот я помню эту ситуацию, я помню, я кипляла, когда я училась в эстрадно-цирковом училище, эстрадно-цирковом училище. Я помню, что это ноябрь. Я помню, что мама, я прибегаю домой с репетиции, мама говорит, тебе звонил какой-то мужчина. Моя мама говорила с еврейским акцентом. Она говорит, ну, знаете, такой своеобразный, тетя Соня родилась из моей мамы. Мама говорит, тебе звонил какой-то пожилой человек, мне показалось по голосу, он где-то слышал твой голос, и он подумал, что ты можешь озвучить какой-то мультик. Я бы, а тогда и на мобильных не было. Я говорю, а он не сказал, где мне его искать? Конечно, он сказал. Он сказал, что тебя будет ждать метромост в Киеве. В 6 часов вечера он будет стоять в кожаном пальто с газетой в руках у киоска. Боже, я бегу туда, дождь, холодно. Я прибегаю, а там два киоска, газетные и табачные. Я говорю, боже, где это в кожаном пальто? Ну, страшно, холодно. Вижу, стоит дядька в кожаном пальто с газетой в руках. Молодая же артистка, нагловатое. Понимаете, хочется сразу понравиться. Я подхожу к этому дядьке, я говорю, привет. Он говорит, здравствуйте. Я говорю, ну что, пошли? Человек меня так оценил, говорит, пошли. Мы идем через метромост. Он меня спрашивает, а сколько вы стоите? Я говорю, 4,50. А это первая моя ставка актерская, 4,50. Я была студенткой, и за выход на сцену нам платили 4,50 за то, что мы выходили. За 4,50. Идем по мосту, он спрашивает, а почему 50? Я говорю, ну как назначила министерство культуры? И я поняла, что я не к тому человеку подошла. Я говорю, извините, я, наверное, ошиблась, и обижать он за мной. Почему? Ну, цена подходящая, хорошая, молоденькая девочка, чего отпускать? Это первое было такое мое начало. Первое. А потом я закончила это училище эстрадно-цирковое. И меня взяли в ансамбль комедии в Эдивиле. Ансамбль комедии в Эдивиле, где были пожилые актеры, пожилые. Их уже, они уже в театрах не работали. Их уволили. Ну, вот они уже не работали. Им было много. У нас был один актер в Эдивиле Романенко. Я это помню до сих пор. Он терял на сцене челюсть. У него выпадала челюсть. Он ее подхватывал. Но он играл под колесиками. Понимаете? У нас была такая пожилая актриса. Они были смешные. Я была помощником режиссера. Понимаете, что такое помощник режиссера? Я думала, что это какая-то серьезная профессия. Помощник режиссер. Деточка, подай, деточка, подай, деточка. Его деточка поехала в первую свою жизнь в гастроли. И он вот начала, деточка, принеси. Подходит ко мне. А где они выступали? На каких сценах? Вы даже не представляете, что я прошла. Эти сцены, это дома культуры или там сельские клубы. Однажды у нас была такая ситуация. Избремен служен клуб. Представьте, проехал пьяный тракторист и задел угол клуба. И стены эти разошлись. Белые окна сложены и разошлись. Он поделал с другой стороны и сложили. Это было удобство. Все удобства были на улице. Даже зимой. Вы понимаете, что это такое, когда удобство на улице? Это даже не могу вам сказать. Это взаимный долетая. Понимаете? Ну это хуже, что такое. И вот... Кто-то вспомнил меня. И вот я помню, она подошла ко мне. Это пожилая актриса. Полная. Видно, что она когда-то была красавицей. Видно. Прошло время. Она уже не работает в театре. Уж такая большая располагившая. Она мне говорит, деточка, видимо, простыла. Она подходит и говорит, деточка, простите меня, пожалуйста. Я говорю, подстыла. И я не успею добежать. Если вы меня понимаете, я прошу вас очень. Найдите, пожалуйста, ведерко. Поставьте его заднее. Только не забудьте налить водички. Играли украинские водилики. Гумы на сцене. Кварты выпывали. Самогон вот так вот, знаете. И шарабары такие, вышивалки. И она. Украинский женский костюм. Что такое? Плахты-плахты подъюбники. Ну, вот эти самые фартуки. И вот она улучшит момент. Пока эти, я, конечно, нашла эту ведерко цинковое. Конечно, поставила его туда. Мне 16 лет, или 17 лет. Забыла про эту водичку. Как-то лучше забыла. Поставила все, что она от меня попросила. И вот она улучшит момент, пока эти выбивают. Она побежала туда. За саркулисом. И, представляете, а занавеска это. Сатиновая тряпочка. Вот какие-то дома культуры. И она поднимает это вот все плавко и плавко все. Вместе с занавесочкой. И шум весеннего дождя, пропившихся. И тут публика, не понимающая, что им эти два кумы, которые то, что выпивали, они совершенно не ожидают, они стали шароварами перегрывать это вот все. И ширины шаровар не хватило, чтобы это сделать. Вот эти вот первые мои господи. Первые. Потом, конечно, Киев. Потом был конкурс артистов эстрады. Я приехала в Москву. И начались мои московские. Боже мой, это первый в Москве концерт. Я его в жизни никогда не забуду. Когда мы ехали на первый концерт, у нас была такая администратор Бася. Большая женщина. Большая. Лысая. Пол-лызая. С такой грудью. Она работала в московском мизик-холе. Не то была администратором. Не то каким-то бухгалтером. Не знаю. И вот это Бася. Знаете, она мне говорит. Кладка, знаешь, почему у меня такая большая грудь? Я спросила, почему Бася? Сюда весь мизик-холл плакал. Вот это Бася. Идет, везет нас на первый в моей жизни подмосковный концерт. Темень. Зима опять. Мы едем, едем. Помню, что это была машина волн. Мы едем, едем. Она сидит на первом сиденье. Заблудились. Темно там их. Бася где? Бася где? Она молчит. Она не знает. Мы заблудились. И вдруг через поле заснеженное идет пьяный мужик. Фуфайки. Он падает. У него падает этот шап. Он поднимается. Опять падает. И Бася, Бася, увидев этого человека, открывает окошко и кричит. Крестянин! Крестянин! Не подскажете, где здесь дом культуры? Крестянин ответил. Пошла. Крестянин! Крестянин! Как вас зовут, что я уже знала и не было вопросов? Сеня! Хорошо, Сеня, сидите, чтоб вам было хорошо. Сеня, только не сидите, хорошо? Вот мы недавно на каком-то концерте сидели три бабушки в первую очередь. Через час он захотел в туалет, но выйти они не могли. И они просидели весь концерт. Немножки скрещены, они глазки закапываются. Я не знала, как их отпустить, чтоб вам знала речь. Так, девушка все-таки решила выяснить отношение Сеня. Девушка, он уже голос по пятам празднике. Вы хотите, чтоб он встал? И такой, у меня весь концерт на это уйдет. Сеня, много прослышит. Сеня, все в порядке. Хорошо, вы хотите здесь сидеть? Ну все же, Сеня, оделаешь билет в концерт? О, теперь я увидела лицо. Сеня, так это вы? Да, кто его отпадает? А, вы куда куплено вас билет? Вы что, вы сейчас мне долго будете рассказывать, как вы вообще вошли? Я к нему подходила, не буду, а он меня не заразит. Хорошо, Сеня, все, я вас устрою. Хорошо, хорошо. Сидите спокойно, получайте удовольствие. Вот у меня фантастический жабр. Понимаете, я могу разговаривать по тому, как все это происходит с вами, все, что происходит, я могу отвечать. Вы все-таки решили меня писать. Да? Ну вы же понимаете, что у меня нет ни чуть-чуть, ни капочек, если можно. Так вот, я хочу вам рассказать. Конечно, потом были московские сцены. Конечно, потом были московские эти потрясающие залы. Это потом для меня открылась жизнь, когда я на конкурсе «Артисты в эстраде» получила первую премию с Геной Казаком. Мы разделили ее пополам. Что такое конкурс? Вот для меня мотивация при этом были Карцев и Ильченко. Вы понимаете, я 28 лет проработала в этом театре, где Михаил Михайлович Ванецкий, где Рома Карцев, где Виктор Ильченко. Михаил Михайлович мне позвонил, когда не стала Витя Ильченко. Сказал, Кларка, свои должны быть вместе. И я пришла как своя. Понимаете, не стала в начале Витя, потом не стала Рома. Вот только что был Ромя день рождения, и не стал Михаил Михайлович. Для меня эта материя фантастическая, личностная, очень большая. Очень большая материя. Понимаете, я это говорю, что за это время я потеряла очень многих людей. Но это та материя, в которую я не могу оправиться. И теперь в этом театре я одна. Я одна. Я даже не знаю, стал этого этот театр меня отел в Московске, который тогда был для Михаил Михайловича Жванецкого. Михаил Михайлович, мы выбивали с ним тысячу раз, чтобы перейти на «ты». Мы выбивали тысячу раз. Он меня назвал Кларка, я его Михаил Михайлович. Я не могла перейти на «ты», потому что для меня это человек такой высоты, и такой мысли, и такой философ. И понимаете, это не родиться завтра еще раз, не родиться. Мы с вами современники этого человека. И мне казалось, мне кажется, что было бы так классно, если бы сегодня мы как-то о нем... Ему сказали спасибо за то, что было. Знаете, я пришла к Михаилу Михайловичу Фервера. Я познакомилась с ним. Я это Наташа рассказывала, жене ей рассказывала на дне рождения Михаила Михайловича. Мы познакомились с ним давно, еще в Одессе, на юморине. Что такое одесская юморина тогда? Это отдельные рассказы, это отдельные записи. Я это в жизни не забуду одессу тому времени. Сейчас не знаю, нет уже юморинги, нет. Но когда я помню на меня, на девочку, производила это такое впечатление, фантастическое. Это Потемкинская лестница. Там внизу Гуся Паниковского как приз вручает герб. Сами, мы приехали на дне рождения Паниковского какого уровня. Вы понимаете, в какого уровня актеры приезжали на... И какие-то люди должны были удивить публику тем, как они спустятся по этой Потемкинской лестнице. Народу невероятно. И как пожилая женщина, ну лет девяносто, она тоже на этих ступеньках смотрит бабусенька и говорит, там ничего нет, ты видишь, там ничего нет, я говорю, да, я тоже хочу это видеть. Это отец. Это отец. Сами, мы приехали из Москвы, в Москве еще холодно. А там 1 апреля, где мы сняли с тебя шубы, вся женщина продает мороженое, ящик, знаете, на этом ремне, ящик мороженое. Я подскажу, мороженое есть, а мороженого нет. Я говорю, тогда что вы здесь стоите, чтобы на тебя посмотреть, чтобы жизни уродства мало. Не заодно. Понимаете, и обидеться на это невозможно. А потом там был такой, на каком-то километре, на седьмом рынок, такой, где продавали моряки, пришедшие с лейсов, привозили жены, продавали какие-то вещи, которых в магазине тогда не было. И вот меня туда повезли. Мне, боже мой, совсем не, ну тоже я начинающая артистка, и меня повезли на этот рынок, и я вижу женщину продает колготки, которых в жизни я не видела. У нее тут мышка, нет, обезьянка, вот так вдоль бегала, туда-сюда, туда-сюда. Я говорю, боже мой, какие колготки, сколько они стоят? Она назвала цену, говорит, если я вас куплю такие колготки за эти деньги, меня муж из дома выгонит. Они без reindeer.